Добрый вечер! В эфире программа «Про город». В этой студии мы обсуждаем самые интересные и наболевшие темы города и области. И у нас нет запретных тем. Сегодня мы поговорим о приватизации и о том, как правильно стать собственником жилья. Была квартира государственной, стала собственной. 2013-й официально объявлен годом окончания приватизации. Напомним, что закон два раза уже продлевали. Граждане гадают, повезет ли и на этот раз. Как показывает практика, у приватизации есть и другая сторона. Семейные ссоры, дележ имущества и даже соседские войны. Вот уже больше 20 лет россияне имеют право приватизировать собственное жилье. Три раза приватизацию отменяли, но потом ее сроки вновь продлевались. И вот назначена новая дата конца приватизации. Это март 2013 года. Действительно ли это случится? И какое жилье можно приватизировать, а какое нет? Об этом нам расскажет наш сегодняшний гостья Наталья Гуляйкина, зам директора бюро приватизации города Калининграда. Добрый вечер, Наталья. Наталья Васильевна, расскажите, пожалуйста, все-таки о сроках приватизации. Правда, что до 2013-го это можно будет делать, а потом нет? Ну, это вы правильно сказали. Уже несколько раз законы приватизации продляют. И действительно, вот последняя цифра, которая озвучена законодательно, это 1 марта 2013 года. Говорить о том, что будет что-то дальше или нет, мы действительно не можем, потому что это уже происходило три раза. Но сейчас, на самом деле, то есть 1 марта 2013 года приватизация будет прекращена. Это что касается закона. А в связи с этим наблюдается ажиотаж среди граждан, которые прямо ломанулись приватизировать до варто свои квартиры? Нет, сейчас пока, естественно, нет. Это, как правило, как мы уже видели эту тенденцию, когда продлевали закон. Это происходит где-то в последние полугодия последнего года. То есть можно говорить о сумасшедшем ажиотаже, начиная с лета, лето, сентябрь, октябрь, ноябрь, да, то есть осень 2012 года. Это, я думаю, будет очень много желающих. Поэтому сразу хочется, естественно, предложить гражданам, кто желает, не оттягивать, потому что будут очереди. И пока есть возможность, есть желание, то есть приходить и решать все эти вопросы сейчас. Ну, сколько лет приватизации? 20 лет. 20 лет. И за 20 лет люди не успели приватизировать все свое жилье? Очень часто у нас тоже возникает такой вопрос. Ну, да, действительно, бывает, что просто кто-то не хотел, кто-то думал, кто-то присматривался. Но еще есть момент такой, что и сейчас людям выделяется жилье. Вчера выделили, да, человек пошел на приватизацию. Поэтому люди приходят, естественно. А скажите, пожалуйста, приватизировать можно что вообще? Приватизировать можно жилье. Вот, если мы говорим о приватизации жилья. Вы имеете в виду, что не подлежит приватизации? Да, да, что можно, а что нельзя. Аварийное жилье не подлежит приватизации. Служебное жилье не подлежит, да, естественно, приватизации. То есть это все законодательно оговорено. Общежитие, да, специализированное жилье не подлежит. То есть маневренный там фонд. В принципе, подлежит приватизация жилья, которая выделена гражданам по договорам социального найма, либо по ордер. А вообще вот эта процедура приватизации, правда, что это ужасная волокита, люди мучаются, собирают какие-то бумажки вот эти? Для того, чтобы оформить, скажем так, договор приватизации, необходимо, вот самый основной такой аспект, это подтвердить первичность своего права на приватизацию. В связи с тем, что уже прошло 20 лет с момента того, как началась приватизация, люди уезжали, приезжали куда-то, где-то за границу, на территории России. То есть вот этот вот период времени надо подтвердить документально, что они где-то были и уже право свое не могли использовать. Бывает, что приходится собирать действительно много бумаг, то есть подтверждающих первичность своего права на приватизацию. Потом возникают моменты, когда люди самовольно что-то в квартире переоборудовали, переустроили. Дело в том, что любое переустройство, переоборудование, совершенное, скажем так, в муниципальном жилье, если граждане это делали, они должны были изначально получать соответствующие разрешительные документы. Если они этого не сделали, то есть самовольно что-то себе переделали, приходят, обследуют быты, и оказывается, что у них что-то не так, все это надо привести, естественно, в соответствие. А есть какие-то ограничения приватизируемой им площади на одного человека? Абсолютно никаких. То есть если жилье выделено гражданину по ордеру, либо по договору социального найма он его занимает, то по площади совершенно никаких ограничений нет. То есть маленький двухлетний ребенок, скажем так, может приватизировать квартиру площадью 150 квадратных метров, если у него есть законные основания занимать это жилое помещение. Правда, что только один раз можно приватизировать? Право на приватизацию действительно дается человеку один раз. Исключение составляют дети, которые могут использовать это право два раза. То есть один раз до 18 лет и второй раз после достижения совершенной лица. Для нашего следующего героя приватизация обернулась настоящим кошмаром. Теперь он в суде вынужден доказывать, что его соседи просто решили его нормальной жизнью. Каждый день Валентине Воронцову приходится брать штурмом эту дверь. За ней туалет и подвал, где хранятся все зимние припасы и инструменты. Картошку уже давно приходится покупать. Всему виной негласная война с соседями. Промоновой объявили ее с того момента, как получили право собственности на общий коридор. Раньше им принадлежало 25 квадратных метров, а сейчас все 54. Чтобы вернуть свою территорию, Воронцовы обратились в суд. Очередное заседание назначено на 26 января. Каковы шансы выиграть дело и кто развязал руки соседям? Встречайте наш гость Сергей Воронцов. Добрый вечер, Сергей. Расскажите, пожалуйста, что же произошло и как же ваши соседи приватизировали квартиру? В 2009 году я купил квартиру в поселке Южном. Южный-3, там улиц нет, они делятся Южный-1, Южный-2 и Южный-3. Это старый немецкий дом, который идет как многоквартирный дом. То есть там происходит, получается, 4 квартиры. Значит, получается такая ситуация, что до 2010 года я пользовался коридором, пользовался чердачными помещениями, то есть и подвалом для технических нужд. И в 2010 году я обратился в администрацию сельского Невинского поселения по поводу перекрытия крыши. Собрались все жильцы, сделали собрание. Я задал вопрос даже при главе администрации и при первом заме администрации, это хмель такой Александр Михайлович, вот, задал ему вопрос. Я говорю, вообще как, потому что у меня уже возникали спорные вопросы с жильцами, то есть с соседями. Они говорили, что коридор наш, не можешь ходить, не можешь пользоваться. То есть делали мелкие пакости, скажем так, для попадания в подвальное помещение. На что после собрания всех жильцов хмель с Макаровым Михайловичем ответили так, что ты имеешь право пользоваться подвальным помещением, ты можешь ходить через коридор, можешь подниматься, чердачное помещение, то есть это пользование всех, скажем так, жильцов. В 2011 году меня ставят перед фактом соседей, что мы приватизировали, выносив все вещи из подвала. Так, давайте уточним, значит, у вас дом на 4 семьи немецкие старые. Да, старые. Вы проживаете с вашими соседями в одной половине. Соответственно, у вас общий вход. Общий вход. Коридор, по которому проходите и попадаете в свою квартиру, да? Нет, там немножко, как бы, ситуация получается, заходишь, там небольшой предбанничек, как бы, идет. И потом уже основной, то есть коридор идет, где спуск идет в подвал, и лестница ведет на второй этаж, то есть на чердачное помещение. И они сейчас говорят, что они приватизировали что, коридор? Коридор, подвал они не приватизировали, но основное, они приватизировали коридор. Это место, с которого я могу попасть в подвальное помещение. Они считают, что это уже их не это. А туалет? Извините за туалет. Туалет это тоже. Тоже приватизировали туалет? Да, и, кстати, нюанс такой идет, что вот в этих старых немецких домах идет туалет, один туалет, получается, на две семьи. То есть, если четыре квартиры, то два туалета. То есть, они ваш туалет общий приватизировали для себя? Общий приватизировали, я не могу теперь попасть. Там стоит дверь, я не могу попасть ни в туалет, не могу попасть ни в коридор, для того, чтобы спуститься в подвальное помещение. Они считают и объясняют мне, говорят, это так, это их не квартира. Правда? Были случаи такие? И были, и есть очень много немецких домов, там двухквартирные, четырех, где, действительно, туалет является местом общего пользования для двух квартир. Не думаю, что по договору, действительно, как вам сказали, социального найма, он получал этот туалет вместе с квартирой. И, на самом деле, коридор и подвалы, и чердаки, это являются местами общего пользования. И порядок определения, да, вы можете его определить, можете его зафиксировать, да, то есть, если вы не можете прийти к обоюдному согласию на словах, то можно это, скажем так, закрепить в судебном порядке даже. В свое время приватизировали вот эти вот дома как долю дома, да, хотя вот это было сейчас, вот с марта 2005 года в жилищном кодексе четко оговаривается, что жилой дом – это жилой дом, да, то есть, как бы, и нету никаких там долей. А это вот квартиры, да, то есть, это получается многоквартирный жилой дом. То есть, получается, четыре квартиры, каждая свое, а все остальные – это идут места общего пользования. То есть, все четыре собственника, да, грубо говоря, имеют право пользоваться всеми этими местами. Просто, понимаете, у меня сейчас возникла война, просто с соседями эта война. То есть, до того момента, когда, например, было это вот, ну, я свободно проходил, были там какие-то у нас, скажем, ну, ругань была. Да, ругань была из-за чего? Из-за уборки. То есть, они там держали котиков, собачек, там это все. Ну, как бы, мы ругались по поводу уборки. Сейчас возникло, я не могу туда попасть. У нас есть возможность услышать мнение бывшей хозяйки квартиры, Светланы Сидоренко, которая проживала до вас в этой квартире. У нее тоже была война с этими соседями. Давайте посмотрим. Соседи здесь эти живут уже 20 лет, но, по-моему, мешка цемента ни разу не принесли, чтобы что-то здесь сделать. Ну, вот вы сами видите, в каком состоянии все здесь находится. Я вот отремонтировала эту квартиру, вот здесь даже не было полов. Вот это я уже плиточкой все выкладывала. Я здесь жила, но они, конечно, тоже были очень недовольны, что я здесь живу. Вот, всячески мне говорили, что вот дело ремонт, мы все равно здесь займем эту квартиру. И почему-то они решили, что это вот все их. Это вот до вас жила женщина. Да. У нее, видимо, тоже были сложности. Да, у нее тоже были сложности. Она рассказала вам о том, когда вы эту квартиру покупали, что там проблемные соседи? Знаете, как бы объяснила это все, но особо не вдавал себя в подробности. Знаете, как я вот приходил, вот задаю, как бы вопрос, да, ставлю, вот вопрос, как бы, тому же самому хмелю. Я говорю, вот вы понимаете, как бы, надо сделать то. Я говорю, я не прошу, я могу сам там купить мешок цемента, это сделать. Я говорю, ну, если наверху проживают люди, как бы, и муниципальное жилье, я говорю, почему я должен из-за муниципального жилья страдать я? Я говорю, либо давайте 50 на 50, я говорю, ну, как-то, ну, это просто. А они не соглашались ничего делать 50. Соседи, не соседи, никто вообще ничего не хотел. Поэтому я стал вот поднимать вопрос вообще по ремонту кровли, как бы. Что ж, у соседей Сергея тоже есть своя точка зрения на происходящее. Давайте выслушаем их мнение. Когда мы приватизировали, нам дали на этот калидор разрешение. А почему вы не пускаете соседей в ваш подвал ходить за картошкой? За картошкой? Ну, потому что у нас вот такие вот дела. Нам в клей в замок подливают, закоролевывается замок. Потом обучки складывают, воду льют нам сюда. Так, Сергей, вы, оказывается, хулиган. Значит, льете клей в замок, подкладываете в очки. Это правда? Да, только, знаете, у меня возникает такая вот ситуация, на каком это основании. Пускай они предоставят, например, тот же факт, что я, например, как бы лил клей. А то, что мне надо забрать оттуда вещи, свои личные вещи, которые это инструменты и т.д. Они не пускают. Я вызвал сотрудников полиции, приехали. При сотрудников полиции я спускаюсь, а у меня вскрытый подвал. И моих инструментов там нету. Ни картошки, ничего нету. Это все было зафиксировано. На Новый год, 29 декабря, они мне обрезают воду, подвод воды в квартиру. И это все зафиксировано. Я вызывал представителей администрации, представителей управляющей компании и сотрудников полиции. То есть, кто из них еще шкодит, скажем так, это вопрос спорный. То есть, клей в замок не наливали? Я не настолько вообще мелочный, чтобы делать вот такие вот пакости. И все-таки, как правильно сделать приватизацию? Будет ли признана эта приватизация незаконной и добьется ли наш герой правды? Все это вы узнаете после короткой рекламы. Вы смотрите программу «Про город». Здесь мы обсуждаем самые наболевшие интересные темы города и области. И сегодня говорим о приватизации и о том, как правильно приватизировать свое жилье. Была квартира государственной, стала собственной. 2013-й официально объявлен годом окончания приватизации. Напомним, что закон два раза уже предлевали. Граждане гадают, повезет ли и на этот раз. Как показывает практика, у приватизации есть и другая сторона. Семейные ссоры, дележ имущество и даже соседские войны. Пытались бы как-то договориться с соседями? Пытался. Я иду с ними на контакт, вот выхожу на контакт. Я говорю там, давайте мы с вами обсудим, давайте. Мы сейчас, ладно, у нас возникло спорный вопрос. Мы с вами судимся. Я говорю, давайте мы как бы до решения суда. Вы мне предоставься, например, в понедельник, пятница, пускай дверь будет закрыта, но я буду спускаться, набирать, потому что у меня там заготовки, например, консервация, картошку. Честно, у меня там дрова лежат, потому что мне их хранить негде. У меня печное отопление. Как вот так? Человек живет без туалета, представляете? И без подвала. Ну подвал, ладно, но коридор, по которому он попадает в собственную квартиру. Я понимаю, это очень сложная, конечно, ситуация. Но я в любом случае, лично я, я только за мирное решение проблем. Я тоже. Нет, ну а как отменить приватизацию такую? Вот она свершилась. Дело в том, что нет. Вопрос не в том, что она свершилась. Я не думаю, что она свершилась, закончилась тем, что гражданка этой получила и коридор, и подвал, и так далее. То есть это невозможно. Сомневаетесь в этом? Вопрос в том, что это самозахватом она все это сделала, отгородила, перекрыла. Я предполагаю, что 90% здесь так. Не видя бумаг, к сожалению, я не могу с уверенностью сказать, но я думаю, что скорее всего так. И поэтому, если по-хорошему уже, естественно, у вас вы говорите не получается, то, наверное, придется решать вопрос, обращаться и там, возможно, и в правоохранительные органы, и в судебном порядке. Но я, конечно, естественно, только за мирное решение проблем договорились. Кто как чего, но... Ну а если суд признает недействительным приватизацию, это жилье станет снова муниципальным? Да, муниципальным совершенно. И что тогда делать? Кто опять быстрее побежит приватизировать себе туалет или как? Ну опять же, грубо говоря, понимаете как, ну будет оно муниципальным, но не факт, что эти же соседи откроют эту дверь и дадут ему доступ в тот же подвал. Ну хотя бы основное будет, я могу с решением того же самого суда обращаться к судебным приставам, правильно? У главы администрации тоже есть своя точка зрения на происходящее. И сейчас вашему вниманию мы представляем видеокомментарий Александра Хмелян, первого заместителя главы администрации Нивинского сельского поселения. Люди представили технический паспорт на жилое помещение, и мы согласно их технического паспорта передали им то, что они занимали в собственность, понимаете, да? То есть мы ничего не нарушили. Если администрация, есть что-то нарушено, значит, мы же сказали, что вы имеете право обратиться в судебные органы, чтобы эту приватизацию признали недействительной, незаконной. Сейчас администрация сама этого не может сделать, вы понимаете? Если были допущены какие-то ошибки. Но ошибки были допущены, прежде всего, значит, не администрации, а бюро технической инвентаризации, которые выдали этот технический паспорт. Это федеральная структура, и администрация не может ее контролировать. А у нас есть мнение и БТИ Багартионовского района, на которые он как раз ссылается. Можно нам еще этот комментарий показать? Это администрация должна смотреть. Техническая администрация дается на весь дом. В данном случае договор приоритизации шел между соседями, между администрацией и жильцами. И администрация, понимаете, хочет, дает, хочет, не дает. Вообще, как бы, это места общего пользования. По большому счету, то есть, выбрать. Проблема в чем? Администрации в бюджет деньги на инвентаризацию домов не закладывают. Понимаете, у нас было 921-е постановление. Значит, раз в 5 лет должна произойти неплановая инвентаризация. То есть, у нас эти, ну, организации не занимаются, администрации. Потому что денег нет, того нет, всего нет. То есть, ну, свои какие-то проблемы. Поэтому все это возлагают на людей. Администрация валит на БТИ, и БТИ говорит, что виновата администрация. Тяжело разобраться. А на самом деле тяжело. Это не так просто. Потому что, действительно, это надо поднимать все документы, которые были изначально, да. То есть, как выделяли человеку это жилье, на основании каких документов, какой площадью, да. То есть, какие были планы изначально, если что-то перестраивалось, что-то переделалось, закреплялась ли эта часть за гражданами. Понимаете, то есть, тут действительно вопрос неоднозначный, совершенный. Решите его, как комментируют они. То есть, тут они правы каждый по-своему. И заместитель главы администрации, он по-своему прав, да. То есть, на основании тех документов. БТИ, оно дает, я так поняла, что приватизируемое жилье, как доля дома. То есть, они дают информацию. Как квартира. Почему? У нас как квартира. У меня даже идет, как у собственника, да. То есть, в юстиции. Просто я расслышала, что... У меня идет, указано, что у меня квартира в многоквартирном доме. Не доля дома. Поэтому, как квартира. Если у нас... В квартире должен быть санузел, правда? Как квартира. Если... Без санузла это уже не квартира? Что это? Ну, это не квартира, комната. У нас есть еще одна героиня, Оксана Буценко. Она руководитель Центра социально-правовой помощи населению. Добрый вечер, Оксана Романовна. Добрый вечер. К вам обращаются люди с проблемами, подобными Сергею, да? Да. Расскажите, пожалуйста. И причем обращаются очень часто и касается это домов, в основном, немецкого фонда. Они, вот эти дома, они являются, как бы, многоквартирными считаются по закону. Но, по факту, они обычно 4-5 квартир. Основная причина в том, что у них внутренняя стена, она идет такая капитальная. И, в принципе, иногда признают сблокированными коттеджами такими дома, доли дома, квартиры. И вот эта путаница, которая идет изначально от БТИ, еще с давних времен, и ведет за собой очень большую проблему, которая в судах постоянно решается. Ну, смотрите, администрации варят на БТИ. БТИ недовольна администрацией. Где искать виноватых в случае с Сергеем? Кто виноват? Значит, здесь идет вина обоюдная, к сожалению. Нельзя перевалить ни на кого. БТИ – это технические работники. Они приходят, им, извините, пальцем ткнули и сказали, вот это моя квартира. Они делают замеры. Либо по своей какой-то, может быть, немножко некрамотности или халатности, либо по просьбе тех, кто там проживает. Они говорят, ну, хотя бы немножко сами думали, что существует закон, который не позволяет лестничные клетки включать в квартиру. Ну, хорошо, вот БТИ нарушили закон. Почему администрация не может помочь? Значит, администрация, их проблема другая. Они просто не глядя подписывают документы. Когда начинаешь читать документы, допустим, вот тот же договор приватизации, который сейчас в суде у нас как бы получился. Мы увидели его воочию, соседи изучают. Там идет ошибка на ошибке. Паспорт подложный совершенно не тот. С доверенностью, на основании которой 2011 года, а договор задним числом 2010 года. То есть тут надо еще, конечно, и прокуратуре еще разбираться по таким вещам. Но суть даже не в этом. Это единичный случай. Но массово в этом поселке, в Нивенском, половина домов оформлены как доли. Половина многоквартирные, вот как многоквартирные дома. В одних приватизированы большие с лестничными клетками и с нежилыми помещениями. У других, так как у Сергея, он не один. Просто здесь получился конфликт. Но это не только в Нивенском такое происходит. В городе Калининграде то же самое. Приватизируют жилье, вы не проверяете туалет. Нет, дело в том, что почему. У нас есть документы, да, то есть на либо договор социального найма говорим, либо ордер, да, мы видим. Мы видим площадь, да, которая указана документом копия лицевого счета по квартирной карточке, да. То есть мы видим эти площади. Видим количество комнат, которые там указаны, да, которые занимает человек. Если это не соответствует тому, что дает БТИ, то мы, естественно... А оно как раз в нашем случае как раз и не соответствовало. Там написано 74 квадратных метра, а дают на 117. Уже не соответствует, уже понятно, надо проверить, почему так произошло. Но они проходили приватизацию в своем районе. Конечно. То есть вот это и есть вина администрации, да, вот о чем идет речь? В данной ситуации я считаю, да, что больше здесь вина, конечно, администрации. Потому что бы ты там... Ну, выехала девочка, да, которая сделает замеры. Но она выезжала на замеры на объект в данном случае, да? Ну, конечно, в данном случае, да. Акт есть о том, чтобы ты... У нас есть несколько технических паспортов, начиная с самого начала этого дома. Есть технический паспорт, как в самом начале, в серединке где-то и так далее. Там же несколько жильцов. И у нас есть возможность сравнить, как вот это все происходило. Ну, это же... Я прошу прощения, я вас перебью. Дело в том, что у нас даже сотрудники БТИ, вот Калининградского, если у них возникают какие-то вопросы по поводу, вот сомнения, да, по поводу площадь такая или не такая, они запрашивают у нас просто документы, хотя бы копию лицевого счета и по квартирной карточке, в которой указаны площади и количество комнат. А здесь получилось либо чья-то халат, либо это злой ум усел, потому что там такие нарушения шли с самого начала. Как сделать, чтобы такому не случилось? Как подстраховать себя? Что нужно знать? Я считаю, что это только должно быть сделана единая какая-то инструкция, может быть, на местном уровне или еще как-то, чтобы БТИ, бюро приватизации выработали для себя какие-то правила, что должно быть проверяться. Скажите, пожалуйста, по квартирной карточке сколько она действительно, допустим, для бюро приватизации? Рекомендательно 30 дней. У нас 3 месяца. Еще и социального найма не было. И прям это ссылается все в договоре, понимаете? Описывается в договоре изначально... Я не думаю, что здесь противоречит что-то законодательское. Законодательское противоречит... Это мог быть даже договор приватизации, заключенный на следующий день. Да, он может заключенный быть на следующий день, но использовать документы, которые уже 3 месяца прошли. А вдруг за это время кто-то прописал еще кого-то? А юстиция регистрирует когда-то? А как юстиция регистрирует, я вообще понять не могу. Я вам просто, ради интереса, я не знаю, будете включать или нет, договор приватизации и копия паспорта. Просто даже посмотрите. Вот здесь, в этой папке, в огромной, все документы на одного только Сергея. Да, все на одного Сергея. Сергей, посмотрите. 2010 год, доверенность в вашу жизнь в тюрьму. Все эти документы как раз мои есть. Год рождения вот этого Терентия написано 2000, якобы он вообще несовершеннолетний. Он родился в 1979 году. Паспорт 2000 года, он должен в 21 год получить номер, что он и сделал, получил 2005 год. Видите? И каковы шансы на победу у Сергея? Нет, воевать себе туалет, лезть. Ну, судя по нему, на муру, который я увидела, мы его признаем недействительным. Да, вообще, да? То есть все шансы у вас есть. Ну, не знаю, мы не можем за стучку говорить дальше, да? Тогда давайте дадим пару советов людям, которые действительно не одни занимают дом. Тут очень сложно. Особенно если покупают все-таки квартиру вот в таком доме, специфическом немножечко, не этот, то стоит обязательно историю узнать этого дома. Сходить к соседям, узнать, чтобы не попасть, что мало ли какие соседи. То есть ты покупаешь там не только себе квартиру, ты покупаешь еще и себе соседей. Это первое. Второе. Узнать, муниципальные ли соседние квартиры, просто сходить в то же самое бюро приватизации. Я думаю, они не откажут дать такие сведения. Или запрещено вам давать такое? Ну, к сожалению. Запрещено. Вот видите, все. Вот как вот они могут узнать? Они могут, единственное, да. Как себя можно обозначить? Какие сведения запрещено вам давать? Какие именно сведения вам запрещено? Дело в том, что можем дать только сведения непосредственно о приватизации данного жилого помещения собственнику. Только собственнику. БТИ тоже, только собственнику. Единственное, куда можно обратиться, это в ЕГРП, взять справку по адресу, кто в этом доме приватил. И то мы пытались такую справку взять, нам было... То же самое, технический паспорт есть. Когда доля дома, а когда квартиры, это намного тяжелее. Ну, это действительно сказала Оксана Романовна, это вот надо просто изучать историю, потому что приобретаешь соседей. И неизвестно, как они себя поведут в данной ситуации, вот так же самозахватом они возьмут, либо, неважно, муниципальное будет оно у них, в собственности, и добиться правды будет очень тяжело. И самое главное, очень большая ответственность лежит на администрации. Потому что люди, которые уже захватили вот это, они говорят, а нам администрация дала, значит она нам развязала. Правильно, если есть еще у человека... Это не целеводительство, да плевать я на вас хотел. Да не пойдешь, ты не будешь в этот подвал ходить. Я благодарю вас всех за беседу, за ваши знания, за ваш опыт, который мы поделились. Но вам, Сергей, конечно, удачи идти до конца. Спасибо. Всего хорошего. И только в последнее время мы задумались о том, что в скором времени приватизировать жилье станет лишь мечтой. Остался ровно год. Это была программа про город. Живите дружно со своими соседями. Меня зовут Мария Лукьянова. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова